Доблестные хранители порядка На почтовые Такими темпами скоро можно будет вспомнить и о существовании голубей Более того, экс-силовики сообщают, что действующие сотрудники боятся того, что прослушиванию подвергся каждый из них А ведь осудить свое начальство и высказать свое негодование в их адрес среди них найдется немало Например, после слива разговора Караева про Ольгу Чемоданову, а в простонародье Чемоданиху, бывший министр от испуга три дня не отвечал на телефонные звонки Что касается реакции нелегитимного на столь некомпетентное поведение своих верных красавцев То тут показательную порку мы вряд ли увидим, ибо это будет сравнимо с прилюдным признанием того, что у режима не все под контролем Как это любят нам рассказывать с экранов режимного телевидения В свою очередь сотрудники КГБ уже занялись поиском лазеек, через которые так красиво уплывает информация в ненужные руки Действующие же сотрудники силовых ведомств, будучи крайне недовольными происходящим беспорядком внутри, продолжают сливать информацию и важные документы сторонникам перемен Также с 2020 года сохраняется и тенденция на увольнение Ну, пока корабль еще не достиг дна, у них есть шанс на спасение А мы в свою очередь предлагаем вам посмотреть новое расследование телеграм-канала «Черная книга Беларуси», где вы узнаете всю правду о пытках во Фруненском РУВД в августе прошлого года А может даже опознаете кого-то из своих знакомых или соседей, ведь имена и фамилии участников массовых издевательств над белорусами там называются Ссылку на ролик мы оставим в описании к этому видео Два дня назад в Беларуси отмечали День машиностроителя В честь этого работникам таких предприятий, как МАЗ и МТЗ, традиционно вручили подарки Правда, весьма необычные и скромные Субтитры создавал Песни под названием «Цыгане едут» получили еще и сертификаты на 30 рублей в магазин спиртного Видимо, руководство предприятия решило, что на трезвую голову принять столь оригинальный танец будет непросто И решило немного охмелить заводчанам голову Минский тракторный завод тоже не отстает от трендов и решил вручить своим работникам сертификаты на сумму в 50 рублей Правда, отоварить их можно только в трех столовых, принадлежащих заводу Важно отметить, что ранее подарки работникам этих предприятий тоже не отличались особой щедростью В 2019 году, например, на МАЗе, вместо того, чтобы просто выплатить людям по 100 рублей в виде премии На эту сумму подарили по пакету с продуктами Вот только после его вскрытия выяснилось, что большинство его содержимого просрочено Отличная схема Купить у торговых сетей за копейки списанную просрочку, а отчитаться за 100 рублей Ну а в прошлом году работникам завода и вовсе подарили по 3 тряпки и по сертификату в 30 рублей Чтобы можно было сразу же обмыть подарок С другой стороны, какие шпионы, такие подарки Силовики в очередной раз пришли к Елене Гнаук В этот раз с обыском Об этом Елена сообщила в своих социальных сетях В ходе обыска у пожилой женщины конфисковали все, что представляло опасность, по мнению сотрудников спецслужб Старый ноутбук, флешку и мобильный телефон Обыск проходил в рамках дела об угрозах в адрес старшего прокурора Вресской городской прокуратуры Михаила Булыгина С легкой руки которого, к слову, Елену осудили на 3 года домашней химии за оскорбление Лукашенко и за участие в знаменитом протестном хороводе в Бресте Именно этот прокурор представлял в суде сторону обвинения и запросил данный срок для пенсионерки От которой внезапно, вместо благодарности, услышал оскорбление Елену Гнаук называют Брестской Ниной Богинской Смелости этой стойкой пенсионерке можно только позавидовать Елена выходила на все марши в Бресте Ее неоднократно задерживали и судили по административным делам Давали штрафы, отправляли на сутки и снова задерживали Но бравым ребятам в шлемах так и не удалось запугать 63-летнюю пенсионерку Которая до сих пор дает отпор режиму и не боится говорить в лицо все Приговоры за патриотические надписи в нашей стране стали делом обыденным И случай с 19-летней жительницей Бреста Юлией Олейник не стал исключением Девушка написала на канализационной трубе фразу «БЧБ живе», за что на нее было возбуждено уголовное дело За якобы осквернение, сооружение и порчу имущества Столь злостное преступление прокурор Лазаренко назвал снижением эстетической характеристики имущества Что повлекло необходимость ликвидации этой надписи путем ее закрашивания Самое главное тут то, что причиненный вред Витебск-водоканалу оценили в 28 рублей 17 копеек Именно столько, по мнению обвинителя, было потрачено на бензин, оплату услуг маляра и 6 килограмм акриловой краски В свою очередь адвокат Юлии отметил, что такое количество краски хватило бы, чтобы закрасить 24 квадратных метра поверхности А надпись занимала менее одного метра Но логичные доводы, как обычно вводятся в нашей стране, на судью не повлияли И та штрафовала девушку на 2610 рублей Странно, что не отправила за решетку, ведь первоначально для Олейник запрашивали 3 месяца лишения свободы Важно отметить, что это не первое задержание активистки Еще в августе 2020 года ее штрафовали за распространение листовок Нечестные выборы А совсем недавно и вовсе отчислили из университета Примечательно, что потерпевшая сторона, а именно Витебск-водоканал, хорошей репутацией никогда не славился В прошлом году, например, жители Витебского микрорайона «Сокольники» забросали организацию с жалобами на плохую питьевую воду Однако должной помощи так и не добились Остается надеяться, что вырученные со штрафа Олейник деньги будут потрачены на улучшение качества воды в поселке Часть задержанных мигрантов связаны с признанной во всем мире террористической организацией ИГИЛ Об этом стало известно на пресс-конференции в Польше В которой выступили министр обороны страны, министр внутренних дел и главный комендант пограничной службы Более того, многие из нелегалов имеют отношение к преступности, торговле людьми и подделке документов Из представленного доклада также следует, что с начала августа на белорусско-польской границе было задержано 1200 мигрантов Несколько сотен еще проходят проверку, но среди тех, чьи личности уже установлены Каждый десятый имеет возможные связи с террористическими организациями и преступностью С военными организациями или военизированными группировками Как минимум один человек имеет связь с ИГИЛ Также 20% задержанных в Польше мигрантов имеет связи с Россией, часто многолетние Белорусские силовики тоже не отличались порядочностью И в последние несколько недель пытаются спровоцировать польскую сторону тем, что стреляют в воздух Направляют оружие в сторону польских военных и бросают петарды Кроме того, белорусские пограничники дают мигрантам метадон и не только взрослым, но и детям Правда, провластные СМИ Белоруссии вам об этом вряд ли расскажут Ведь там каждый день выходят сюжеты о том, как поляки и литовцы убивают несчастных беженцев И подбрасывают их на территорию нашей страны Друзья, завтра в 21.00 смотрите на нашем канале новое интервью моей коллеги Екатерины Ярусалимской С пресс-секретарем Светланы Тихановской Анной Красулиной Поговорили о том, каково это работать в команде народного лидера Беларуси Что нас ждет после Нового года и почему Лукашенко скоро сдастся Хорошего всем вечера и Жыве Беларусь! Субтитры создавал DimaTorzok